Всем привет, друзья! В этом обзоре поговорим про портативную акустику. Портативная блютуз-колонка Harper PSPB200 перед вами. Этот гаджет предоставлен нам компанией DV Play. Ссылочку на их интернет-магазин найдете внизу под этим видео. Итак, приступаем к обзору. Harper китайская фирма, ну заводская, выпускает уже приличное количество времени гаджеты и для игровой темы, и вообще просто, ну вот, выпускает то, что популярно. Сделано у них всегда отлично, особенно их неотличительная черта, скажу так, это такие пластмассовые стекло, ну прозрачные, с пластмассой полупремиум боксы, да, где гаджет видно практически всегда, большую половину, по крайней мере, не вскрывая самой коробки. Вот это их неотличительная черта, молодцы. Вот так он выглядит на русском языке, все есть, написано, гарантия официальная. Так, давайте-ка мы откроем. У меня перчатки и не всегда удобно. Скользит, скользит, скользит. Так, все, я открыл. Теперь достаем, достаем эту колонку. Колонка, ну она, видите, не круглая, как принято обычно, а она такая плоская. Так, что-то здесь у нас еще внизу. Здесь пусто, а внизу, наверное, кабель для зарядки и инструкции. Вот, я предполагаю, что так она и есть, да. Все она и есть, больше здесь ничего нет. Боксы я убираю лишние, чтобы они нам не мешали. Гарантийка бумажная, да. Харпер и инструкция, руководство на русском языке, мелкий шрифт, ну, по крайней мере, написано вкратце, что вы должны и как делать. И сам шнурок для питания и для зарядки. Это не просто колонка, это еще пара бэк, банк, это, грубо говоря, внешний аккумулятор. Небольшой емкости, 2000 мАч, но это так. Шнур тоже нам пока не нужен. Посмотрим сам корпус. Сделан он из металла, это сетка металлическая. Задняя часть сделана из пластмассы и под кожу. Имитация, ну, она не глянцевая, не скользит, да. Лежит хорошо и даже не скользит. Это железо-алюминий по всей вероятности и сделана довольно аккуратно. Это резинка, которая скрывает порты, которые я покажу чуть позже. Кнопки всего три. Кнопки управления двойного назначения. Слева, справа – это тише, громче, либо переключение каналов. Посредине – это включить колонку, воспроизвести, либо на паузу. Здесь, сейчас я также попробую открыть. Здесь не совсем удобно. Вот, все. Он благо защищенный, поэтому все плотно. Здесь у нас есть, вот так вот, да. Слоты. Справа – USB. Это не для внешнего носителя, чтобы могла колонка воспроизводить. Это как раз есть выход с этого устройства, чтобы подзаряжать ваши гаджеты. Слева – это есть зарядка самого гаджета под названием портативная акустика, да, Harper. И посредине – гнездо для microSD-карты. Для microSD-карты, которая у меня есть в наличии. И я ее чуть попозже вам покажу, как ее туда засунуть, ну и как она работает. Чтобы включить этот гаджет, который мне понравился, плюсы. Я вначале думал, что вот здесь бы ножки надо, чтобы он поставить. Ну, можно было бы поставить ее спокойно на столе. Потом понял, что это не стоит делать, она упадет. Сделано в такой форме, чтобы вы могли удобно носить в карманах куртки. Ну, не знаю, в джинсы, наверное, будет толстоват. Ну, тоже возможно, да. Это не круглая колонка, как обычно принято. И ножки, как таковы, не нужны, потому что лучше, чтобы она лежала, а не падала. Качество мне понравилось. Да, ставим пятерку. По поводу включения. Нажимаем и держим кнопку посередине. Пожалуйста, здесь есть индикатор. Видите, синенький. Он то красненький, то синенький горит. Переключает. У нас колонка активизировалась, и она может спокойно воспроизводить все, что на нее пошлем. Самый главный источник или коммуникатор, это, конечно, Bluetooth. Bluetooth здесь используется версия 4.2. Любое устройство, у которого есть Bluetooth, вы можете с ним сопряжение ввести, и он будет у вас, этот гаджет, как обыкновенный динамик вашего устройства. Это я вам тоже покажу на примере. Сейчас начнем с карты. Если у вас есть карта, вы запишите туда какой-либо контент. Так, сейчас я не в этой сторону. Карта, как только туда встала, сразу автоматически начинается воспроизведение трека. MP3 воспроизводит. И теперь, смотрите, я сделал потише. Чтобы сделать тише и громче, надо очень коротким нажатием право-влево. Максимально сейчас. Звук хороший, четкий. Если мы нажмем чуть-чуть дольше, у нас будет переключение трека. Вот сейчас тоже на максимум. Звук отличный, не хрипит. Я думаю, что идеально для такого устройства. Здесь два динамика. Они небольшие. Каждый по 5 ватт, итого 10 ватт. И посредине, видать, сам буфер там неактивный. Он присутствует. Можно поставить паузу. Можно поставить, ну, как бы, продолжение, да. Сейчас я попробую вытащить карту. И мы посмотрим. Так, вот так вот сделаю. Если мы... А, карта физически не сможет. Запоминает на том фрагменте, где остановился. Даже если я карту вытащу. Если я включу-выключу, тоже запомнит. Это для чего надо. Это вы слушаете, если аудиокниги. Чтобы вам опять не перематывать. Потому что перемотка здесь не предусмотрена. Только по трекам. С этим все понятно, да? Супер! Качайте свои любимые песни, музыки, аудиокниги. Компактно с собой носите. Единственное, что минус. Я бы сюда, конечно, наушники бы как-нибудь. Какой-нибудь выход бы сделал, да. И можно было бы вообще шикарно еще и в метро. Чтобы не все слышали, только вы. Так. Паузу нажал. Сейчас я карточку вытащу. И я с вами попробую... Так, он у нас выключился. Нет, работает. Возьмем наш тестовый телефон. Зайдем в настройки. Bluetooth. Обновим. PSPB200. Вот он есть. Подключено. Все отлично. Он у нас подключен. Это нас радует. На русском языке, вы заметили, есть на упаковке, что у нас сделано в Китае, комплектация, как обычно упаковка. Краткая инструкция, как подключать нам. Здесь и там можно управлять звуком. Если я нажимаю паузу... Так, смотрим, что есть. Пауза и на любом проигры. В данном случае видео, и здесь есть пауза, да. Музыка также будет на паузу. Нажимаем play. Если длинно нажмем долгую на кнопку, у нас переключится фрагмент. Ну, в данном случае там, я не знаю, что это за реклама какая-то. Давайте, не-не-не, вот здесь. Звук тоже я включал максимально. То есть, любой контент, который вы сможете найти на вашем телефоне, смартфоне, вы сможете сюда ретранслировать. Помимо этого, помимо этого, остановлю я. Здесь есть встроенный микрофон, и эта колонка, она способна быть как громкая связь вашего телефона, да, принимать звонки. Вот, это еще большой плюс. Карточка максимальная, которую сюда можно вставить, максимально 32 гигабайта. Я ее и вставил, у меня 32 гигабайта, но у меня там контента мало. Время работы устройства 12 часов, заявлено производителем. Зарядка где-то 4 часа, то есть 1 к 3, да. По поводу аккумуляторов, если вы хотите, давайте я вот так достану аккуратненько, подзарядить ваш смартфон или еще что-то, вы просто сюда втыкаете USB и подсоединяете его к вашему смартфону. Видите, заряд пошел. Заряд пошел, заряжается. Универсальная штука. Стоит, правда, она 1800 там с чем-то рублей в порядок, да, цен, ну плюс-минус, потому что меняются там все время цены. Но, по крайней мере, это не просто колонка, это еще громкая связь к вашему телефону. Ну, не знаю, чем-то вы занимаетесь и нет возможности вам там ухом прильнуть, слушать его. Ну, это еще есть и внешний аккумулятор. Небольшой, еще раз говорю, 2000 мАч. Ну, один раз зарядить его хватит. Пожалуй, все. Я уже не знаю, что говорить. Мне очень-очень понравился. Из минусов, наверное, я вам скажу, что из минусов это то, что он тяжеловат. Он тяжеловат. Ну, а как бы вы хотели, если здесь есть еще встроенный аккумулятор дополнительный. Но из-за этого аккумулятора он до 12 часов может спокойно работать. Это активно работать. Не просто в ожидании, да, режиме, а просто 12 часов, да, грубо говоря, воспроизводить музыку. Думаю, что комментарии излишни. Кому понравился обзор, ставьте лайк. У кого остались вопросы, замечания, либо дополнения, прошу вас, как обычно, пишите внизу. Всем будет интересно узнать всякие нюансы про этот замечательный гаджет. Особенно пишите и попрошу тех написать, у кого есть уже такая чудо, не знаю, как портативная акустическая колонка внешний аккумулятор через DeFiz. А кому понравилось видео, ставьте лайк. У кого остались вопросы, замечания, либо дополнения, обязательно пишите внизу в комментариях. Всем будет интересно прочитать. А я прощаюсь с вами и до новой встречи. Пока! Пока!